Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается напряженной. Об этом доложили на заседании городского оперативного штаба. О санитарно-эпидемиологической ситуации доложила Елена Брагина, начальника Сбестовского отдела Роспотребнадзора. По состоянию на 2 июля всего в Освобовской области зарегистрировано 13 272 в случае заражения новой коронавирусной инфекции. В Сбестовском городском округе зарегистрировано 80 случаев, перероз по сравнению с прошлой неделей 6 случаев и в работе еще на подтверждение 15 случаев. Характерно для данного периода то, что увеличивается количество пневмонии и снижается количество бессимптомных форм. По пневмонии, по предварительному диагнозу, за неделю зарегистрировано 36 случаев, за предыдущую неделю 13 случаев, рост в 3 раза. Также идет рост практически в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом за этот же самый период. Соответственно, ситуация оценивается как крайне неблагополучная. Затем Елена Брагина рассказала о проведении надзорных и профилактических мероприятиях. В первую очередь обращается внимание на обязательный масочный режим в общественных местах, работниками, в торговых залах, магазинах, в общественном транспорте, при входе в учреждение. Обязательное использование маски в установленном порядке, то есть с закрытием органов дыхания. Также обязательно иметь ее рук с использованием кожных артисептиков. И при приходе на работу каждому работнику необходимо выполнять термометрию с занесением результатов термометрии в журнал. По результатам всех надзорных мероприятий установлено нарушение. Проверено 17 объектов. Из всех 17 установлены нарушения. Первое – это нарушение масочного режима. Это отсутствие измерения температуры тела и контроль за температурным режимом. Отсутствие бактерицидных облучателей. Это основные нарушения, которые были установлены. Они были установлены как предприятие торговли пищевыми продуктами и непродовольственной торговли. Соответственно, в отношении всех владельцев данных торговых организаций составлены протоколы об административных правонарушениях и переданы в суд. О работе горбольницы и инфекционного госпиталя доложил главный врач Игорь Брагин. На сегодняшний день наш инфекционный госпиталь работает практически по двум направлениям. Это пневмонии и пневмонии. Ситуация по пневмонии остается неблагополучной на территории города. Неблагополучные пневмонии регистрируются в достаточно большом количестве. По повидным пациентам всего на сайте Роспотребнадзора инфицированных 80 человек. На сегодняшний день под ментом наблюдения и лечения в нашем отделении находится 13 человек. Из них 65 плюс 10 человек и детей с диагнозом COVID-19 10 человек. Выписано на сегодняшний день суммарно за весь период 67 человек. По пневмониям 47 человек находятся у нас в инфекционном отделении. Вы видите, что их достаточно немало и они даже превышают уровень, превышают количество ковидных броней. Надо отметить, что азбестовцев с инфекцией находятся в горбольнице 13 человек, остальные из других населенных пунктов. Бессимптомные и с легкой степенью тяжести проходят лечение в санатории Белый Камень. О проведении надзорных мероприятий, проводимых межмедомственным отделом, доложил начальник отдела полиции Азбестовский Максим Петров. Межмуниципальным отделом выявлено и составлено 790 административных протоколов. Все они направлены в суд. В суде рассмотрено 790-267. По ним в 70 случаях вынесены предупреждения, в остальных штрафы, штрафы на общую сумму 322 500 рублей. Проводили мы профилактическое мероприятие «Должник». По «Должинку» также здесь обращали внимание на выполнение требований суда по штрафам. Значит, профилактические мероприятия мы продолжаем. Но есть и позитивные новости. Начал свою работу детский лагерь «Заря». Об открытии первой смены доложила начальник управления образованием Светлана Валеева. Заезд первой смены загородного веществля состоялся 2 июля 2020 года для 324 детей из территорий Азбестовского городского округа, Малышевского, Камышловского, Арамиль, Кироградского, Байкаловского, Заречного, Тушминского района и Туринского. Заезд всех детей осуществлялся одномоментно в один день. Больше заезд производиться не будет. Во время заезда осуществлялась термометрия каждого ребенка и сопровождающего. Далее в течение смены термометрия детей будет осуществляться ежедневно, утром и вечером. Кроме тех мер санитарной безопасности, которые уже приняты, принимаются и другие противоэпидемиологические мероприятия. Будут проведены дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, такие как Это запрет на выход, выезд из лагеря детей и сотрудников, в том числе пищевого уровня, рабочее время и выходные дни. В случае необходимости выезда ребенка с территории договорные отношения считаются расторгнутыми. Возврат в лагерь для продолжения отдыха осуществляться не будет. Запрет на посещение территории лагеря родителями и передачу детям любых продуктов питания. Запрет на недопущение переуплотнения для размещения детей и сотрудников в живых помещениях на сегодняшний день в лагере заполнен на 50%. Ограничение на проведение массовых мероприятий. Обеспечение работников запасом одноразовых масок, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в два часа. Для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками, для обработки рук и дезинфицирующими средствами. Проведение санитарной обработки помещений, которые проводятся на системной основе. Установление строгого графика посещения столовой с возможностью рассадки детей, чтобы между ними находилось не менее полтора метра. В случае выявления признаков респираторного заболевания ОРВИ и повышения температуры, ребенок будет изолирован в медицинский пункт лагеря с последующим сообщением родителей, а также вызвана бригада скорой помощи. Глава города Наталья Тихонова прокомментировала условия безопасного содержания детей в детском лагере «Заря». Дети фактически находятся в условиях изоляции, поэтому попытки встречи, проникновения на территорию со стороны родителей Елены Пицц фактически по условиям санитарными не допускаются. Поэтому с пониманием нужно отнестись и по возможности подождать своих детей, как говорится, дома. Здесь под наблюдением дети, здесь у нас медики, подготовленный уже в новых условиях работает педагогический персонал, который смотрит круглосуточно. Здесь у нас охрана, поэтому дети находятся в достаточно безопасных условиях. Что касается санаторного оздоровления детей, отметила глава, то решение еще не принято. Как только такое решение будет, то оно будет доведено через средства массовой информации до родителей. Такая же ситуация и с оздоровлением детей на Черноморском побережье. Здесь тоже вопрос решается. Пока ориентировочная дата, которая, кстати, через средства массовой информации была доведена, это 23 июля, когда будет поставлен вопрос о возможности организации поездки детей на Черноморское побережье. Поэтому сегодня в планах мы еще пока не отказываемся. Мы видим, что сегодня в непростых условиях принимается решение о возможности продолжения оздоровительной кампании в начале сентября. Поэтому как только будут приняты решения незамедлительные, через сайт, через средства массовой информации, мы будем это выводить. Затем глава города подвела итоги заседания и обобщила информацию о ситуации в городском округе. По состоянию на 3 июля 2020 года на территории Остместовского городского округа лабораторно подтверждено 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Мы видим, что все равно еженедельно прирост заболевших на территории нашего города есть. Поэтому ситуация сохраняется напряженной. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03. То есть при введении, напомню, первого этапа снятия ограничительных мер, мы фактически видим, что коэффициент у нас не столь устойчивый и не дает по возможности перейти ко второму этапу снятия мероприятия. Могу отметить, что на территории Остместа организованы места для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции. Такая практика внедрена на территории всего региона и в городе Екатеринбурге, и в Первоуральске, и в Серове, и в других городах области. 22 июня заключено соглашение с Министерством здравоохранения, по которому около 50 мест на территории города созданы для лечения больных с бессимптомными формами. Продолжается работа по открытию групп в дошкольных образовательных организациях. Напомню, что с 1 июля получено разрешение от областного штаба на открытие дежурных групп в 50 детских садах. По состоянию на сегодня, 3 июля, 289 детей посещают 26 дежурных групп на базе 11 детских садов. Всего у нас 22, 11 детских садов уже сегодня работают. Глава города напомнила об указе губернатора от 26 июня. С 26 июня указом губернатора отменен ряд обраничений. Напомню, что разрешено работать магазином с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, библиотеком автошколом для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов, профессиональным спортивным клубом, тренировки на своих спортивных базах и санаторием профилакториям, имеющим лицензию на право осуществления медицинской деятельности при согласовании с Роспотребнадзором. С 30 июня в соответствии с указом губернатора Свердловской области номер 340 УГ разрешена деятельность организации, обеспечивающей питание работников организации, работа которых не приостановлена в соответствии с указом. До 6 июля в Свердловской области, напоминаю, продлен режим повышенной готовности, в том числе сохраняется масочный режим и режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех лиц, кто имеет хронические заболевания. Продвлены все ограничения, действующие на данный момент, в том числе запрет на работу крупных торговых центров, ресторанов, бани, банокомплексов. Время, конечно, у нас идет, мы видим, что ситуация в Азбестин по уровню заболеваемости коронавирусной инфекции сохраняется напряженной. Во многом, напоминаю, все зависит от непосредственного поведения и самоконтроля жителей нашего города. Я призываю еще раз всех соблюдать правила личной гигиены, масочный режим, стараться без необходимости не посещать места массового скопления людей. Здоровья вам и вашим близким! Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ. Новости АТВ.